Приветствую вас. Советы здесь не помогут на самом деле, потому что на самом деле психотерапия. Вы говорите, что были у психолога, но он вам не помог. Тут надо смотреть, какую помощь вы ждали, как вообще происходила ваша работа. Потому что не все психологи подходят друг к клиентам. И нужно выбрать своего психолога. Найти своего психолога это первое. Второе. Как начать жить и думать, как взрослый человек спрашивает. Почему? Вопрос некорректный. Потому что взрослость это не что-то такое, знаете, стандартное, стандартизированное точнее. Ну взрослость это все-таки определенная зрелость, да. Зрелость это, ну это по сути дела переход от центрированности на внешнем к центрированности на внутреннем, скажем так. Ну в коротком смысле слова, да, без там, закрытости какой-то и так далее. То есть это личностная зрелость и личностный рост. Если это взрослость грубая и функциональная, то чтобы думать как взрослый и жить как взрослый, вам нужно просто-напросто использовать анализ. То есть именно вот холодный такой расчет, холодный анализ. Дальше. Посоветуйте как выбросить замкнутого круга, если вы. Замкнутый круг это тупик. Есть такая игра, называется психологический, называется тупик. Психологическая игра. Тупик. Вот. Поисследуйте ее в интернете, я думаю, что как минимум вам это будет не бесполезно. Я девушка в 17 лет. Какое значение вы придаете своему полу и возрасту? Родилась выросла в хорошей семье. Что значит хорошая семья? Обо мне всегда заботились родители и обеспечивали. Ну, они о вас заботились так, что вы не стали самостоятельными. Это не забота. Это гиберопека. По большим счетом, это не забота. Все проблемы решались не мной, а мамой. Мне не была привита или развита самостоятельность, хоть какая-то самостоятельность. Ну, здесь вы обвиняете своих родителей и чувствуете, что вы обвиняете их. Я достигла совершеннолетия, так и не повзрослев. Но совершеннолетие и взросление никак не связаны между собой. Я глупый ребенок, не способный брать ответственность и принимать решение. Ну, глупость это обесценивание, то есть здесь вы себя обесцениваете. То есть не принимаете и предъявляете завышенные требования, требования к себе. Вот. Что касается ответственности решений, то должны принимать их. Нужно слышать себя. А вы себя не слышите, отсюда и решение принимать не можете. Кстати, самобичевание это ваш способ достигнуть определенного состояния безопасности, когда все более-менее понятно. Дальше. Вдобавок, очень несообразительный и нетерпеливый, но это вы себя забичуете. Но что касается нетерпения, здесь можно поработать, поисследовать, с чем это связано. Дальше. Я социофоб, не могу и слова проронить, не заикаясь незнакомым в обществе. Вы не уверены в себе, не принимаете себя. Иногда это необходимо, но я не могу поварить страх и панику. А от чего именно вы боитесь? Я все ищу, что вы с родителями поступили в выпуск на бюджет и не учились. А зачем поступали, если не учитесь? Прогуливаю, появляется много пробелов. Опять же, из-за чего прогуливаете? Нет никакого желания делать что-либо. Ну, это похоже на депрессивное состояние. То есть вы подавляете, опять же, свои чувства. Так. Ко всем этому можно прибавить то, что я потерял любимого человека. Ну, потерять можно только то, что принадлежит вам. Любимый человек вам не принадлежал. Но потеряли вы то, что он ломбовал. В общем, вы не взялись от него. Это можно поисследовать и разобрать, что именно вы от него получали. Так. Который из-за всех этих качеств меня и бросил. Ну, он же с вами такой начал встречаться. Могу вернуть его, следуя грамотным советом, но когда раз не хватает терпения. Либо отливаю страх и ревности, я срываю, сделаю только хуже. Ну, за страхом и ревности можно поработать. Потому что ревность – это, вот, краткий, квинтэссенция ориентира на внешний мир. Так. Значит, советчики посылают куда подальше. Ну, там еще не нужно. Спрашивать советы нужно самой выстраивать. Так. Теряю возможность вернуть хорошего человека. Ну, опять же. Здесь оценка и вернуть. То есть предметность. Человек – это не предмет, не вещь. Да и сил на это все меньше. Опять же. А что тратит? Что тратит? Тратит ваши силы. Так. Хочется взяться. А это как? Во всем, не только в отношениях, что я делаю, занимаюсь самобичеванием и ноя. Ну, вы, очевидно, получаете только какую-то пользу, какую-то выгоду. Надо посмотреть какую. Так. Была у психолога. Он мне не очень помог. Но, опять же, здесь надо поподробнее, поподробнее. Мне просто не хочется начинать делать что-либо. Из-за чего. Вот чем вас, что у вас вызывает отвращение в начинании чего-либо? Хочется измениться. Куда? Зачем? Как бы, ситуация не устраивает в текущий момент. Ну, в данный момент. Даже мотивация в виде возвращения парня недостаточна для изменения. Ну, потому что, опять же, это важно. Это важно, что ваша мотивация, она, как бы, несколько искусственна, что-ли. У меня нет терпения. Ну, с этим можно поработать. Я так и не выросл. Это очень субъективное, субъективное высказывание. Сижу на плечах у родителей и пенсионеров, как будто так и должно быть. Ну, вообще-то это так и должно быть, по крайней мере, в вашей реальности. В реальности ваших родителей, вашей семьи. Там, если родители вас так воспитали. Вот. Вопрос в том, чего хотите именно вы. Вопрос в этом. Дальше. Понимаю, что надо меняться, но опять же, меняться. Для чего, куда, чтобы что, но никакой цели нет. А желания так остаются желаниями. А какие это же, какие это желания? Чувствую, что деградирую, уже даже думать сложно. Ну, это, скорее, физиологически. Я бы не сказал, что вы прям ощутили бы, если вам, знаете, сложно думать. Я, словно дуб, еще не учусь. На ошибках поступаю на одни и те же грабли постоянно. Вы это делаете для чего-то, у этого есть вторичная выгода. А, практически, физически тоже страдаю. Как? Как? У меня бывают панические атаки. С этим можно поработать, но лучше, чтобы вы к врачу обратились. Сильный дефицит витаминов, низкий вес. Ну, это может быть причиной того, что вы вот это все испытываете. Вам не станок врач, по здоровью. Ну, по здоровью нужно обязательно проверить свое здоровье и подкорректировать его. Мнительность и различные фобии губят психику. Хочется продолжать ничего не делать. Кажется, что это навсегда. Нет, это навсегда. Вот. С мнительностью и, значит, фобиями, фобиями можно и нужно поработать. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.